А еще из странных, загадочных и непонятных штук у нас есть. Мусор на носу у покемона. Ну ладно, может быть он будет нормальный? Ой, Софи чуть таз не перевернула своей толстой попкой. У тебя уже самая толстая попка? Не правда, ой-ой-ой, на меня цветок нападает. Только не смейте отсюда пить, там очень горячая вода. Не правда горячая? Юми! Привет, я Софи и ты на канале Magic Pets. А я Эйван, ее брат. А это наша Миша Стесняша, она девочка. Привет, Миша, ой. А я, а я покемон из Мичу. Да-да-да. Классно? Подписывайся, подписывайся на канал. Подпишись. Юми, все, хватит. Да, покемон, прекрати. Короче, пиши свои комментарии, потому что они, они появляются вот здесь вот в видео. Подожди, я говорю, и ставь. Нет, я говорю, лайк. Ставь лайк. Что вы опять спорите? Я Киса Лиза. Опять они спорят, кто первее говорит. О, муха дохлая. Весна что ли скоро? Кстати, сегодня на нашем канале Magic Family, ладно, говори, видео про то, как мы с Аней все вместе ходили на речку. По льду катались. Почти как это, на коньках. И фишка этого влога в том, что он снят без монтажа. Да, уж так, что заметны все наши косяки и зашквары. Ребята, не слушайте его. Эйвен, зачем ты это говоришь? Вдруг бы они вообще не заметили ничего. А, да, точно. Там ничего такого нет. Это такой типа челлендж на ютубе, когда нужно снять видео больше 10 минут без монтажа. А я недавно езжу первый раз в жизни на море. И скоро мы смонтируем влог с моря. Да, я мечуя еще на самолете летала первый раз, и за границу вообще ездила первый раз. Но этот лог выйдет позже, жди. А на Анином канале тоже ролик. Да, мама делает такое. Да не важно, что делает, она еще там подарки вам дарит. Короче, сходишь, потом посмотришь. Вот там вот ссылки все внизу. Вот там внизу, посмотри, пожалуйста, новые видео. На всех наших каналах. А теперь пора звать Аню, потому что нам надо закончить дело. Я тебя зову? Нет, я. И я. Ясно, как всегда, ну ладно. Короче, вот так всегда. Короче, у нас осталось очень много странных штук. То ли антиз происходит, то ли вообще непонятно, что это. И мы хотим с ними покончить. Раз и навсегда. И сегодня мы завершим свою миссию. Так, ребята, над чем мы закончили в прошлый раз? Ань, ты что, мы разбираем странные загадочные штуки. Покажи ей вот эти тюбики. Софиш, это не тюбики. Ну ладно, давайте посмотрим, что это. А, ну так это обычные мыльные пузыри. Ну не все же три баночки с мыльными пузырями. Сейчас попускаю пузыри и посмотрим остальные. Ого, что это такое? Они шевелятся. Это же просто мыльные пузыри. Жижевые пузыри. Вот это да, мыльные монстры. Ой-ой-ой, мне это все не нравится. Ничего себе. Ожившее мыло. Или оживший шампунь. А-а, они вкусненькие. Мам, зачем ты их жрешь? Только гуские. Чего, ожившее мыло? Смотри, киса Алиса, это просто мыльные пузырики. Ну? Ой-ой-ой, ее не поработает, это просто какие-то мыльные монстры. Да ты чего, киса Алиса? Вы что, ребят, боитесь мыльных пузырей? Ну, ну мало ли знаешь. Что мало ли? Они ничем не опасны, разве что в глаз попадут. Да, уже в глаз попадут и тебя сожрут. Мыльные монстры. Да ладно вам, вы что, прикалываетесь надо мной? Ребят, по-моему они такие страшные. Ну, не знаю, не знаю, никогда не знаешь чего ожидать от ожившего мыла. Понятно, оказывается вы трусишки. Ого, у них еще есть способности испаряться. Да уж, ребят, вы меня удивили. Ничего мы не трусы, просто мыло ли что? Ага, конечно. Кстати, вот в этой зеленой баночке что-то более густое. Вот этот вот желтый зонтик, это обычные мыльные пузырики. Между прочим, дети их очень любят. Ну, не знаю, что это за дети такие. Ладно уж, давайте посмотрим, что в этой зеленой бутылочке. Потому что жидкость, которая там, не похожа на мыльные пузыри. Больше похожа на какой-то клей. Надеюсь, это не снова мыльные монстры. Так, подуем. Хм, вроде бы обычные мыльные пузырики. А по-моему с ними что-то не так. А, нет, все-таки они не лопаются. Я вспомнила, это же те пузыри, типа которые в игре, кто больше пузырей соберет. Что это за игра такая? Игра для любителей ужасов? Ой, в эти пузыри точно добавлен клей. И если уж ты их словил, они остаются у тебя на руках. И надо это вытереть чем-то. Эти мыльные монстры еще сильнее, походу. Да, узкий сайз. Вон один летит. Сожру. Ня, ня. Тетя Миша, потому что он пузыри тут жрет. Юмич, а ты что, их нельзя кушать и травишься еще. Я думаю, что от одного маленького пузырика ничего не случится, да, Ань? Ну, ничего не случится, но, конечно же, лучше этого не делать. Зря я не уследила. Я лучше тут пока посижу на обзорной башне. Ань, слушай, может, лучше не будем искать этих пузырей? Давай лучше посмотрим, что в черной баночке. Ладно, ладно, трусишки. Боятся обычных мыльных пузырей. Ничего, это не обычные пузыри. Очень даже милые мыльные пузырики. Нет, Миша, это мыльные монстры. Так, черная баночка. Я бы даже сказала тюбик. А, нет, колбочка. Так, откроем мы, что там у нас внутри. Надеюсь, не мыльные пузыри. Да уж, весь пол тут мокрый от них. Хм, странно. Какой-то порошок, как будто соль. Сейчас насыплю на руку, чтобы вам показать. Реально выглядит, как соль или сахар. Без понятия, что может быть в такой черной колбочке в виде белого порошка. Блин, а вдруг это какая-нибудь кислота? Я, пожалуй, обратно это высыплю. Может, надо на вкус попробовать? Нет уж, ребят, извините, на вкус я непонятный порошок пробовать не буду. И что нам с этим делать? Слушай, Аня, пусть мэджики напишут в комментарии. Вдук они не знают, что это такое. Да уж, Софи, как будто все каждый день сталкиваются с черными колбочками. Понюхайте, может вы определите по запаху? Вы же собаки. Нет, этот запах мне не знаком. А вдруг это что-то опасное? У вас что сегодня? День боязни, что ли? Может, ребята и знают, и правда напишут. А пока на всякий случай уберу. А еще есть странный, загадочный и непонятный штук у нас есть. Мусор на носу у покемона. Ну, Аня. Ну что, я не знаю, где ты была, раз вся в мусоре. Ай, ну хоть и не позорит. Она тебя не позорит, Юми. Она о тебе заботится. Все взрослые вечно так говорите. Покажи монстров. Это не монстр Юмичу, это скриши. Их к странным и загадочным штукам. Потому что за все время, сколько они у нас есть, мы так с ними и не разобрались, и так и не поняли, почему они называются сквишами. Ведь сквиши это что-то поролоновое, а эти монстрики резиновые или силиконовые. Ну, в общем, это явно не сквиши. Может, это под вид сквиши? Миш, разве так бывает? Ну, это же точно антистрессы? Ну, то, что антистрессы, это понятно, Софи. И мы собирались их как-нибудь уничтожить. Покажи поближе вот этого. Но вот почему они тоже называются сквишами, мне непонятно. Посмотрите, они же растягиваются. Их можно не только сжимать, чтобы они возвращались в форму, но и растягивать, и делать с ними вообще все что угодно. Кстати, вот у этого котеночка, кажется, дырочка прямо в животе. У него проблемы с желудком. У него гастрит. Нет, ну ничего, это уже не гастрит, это язва. Ничего себе, какие у вас медицинские познания. А вот этот бирюзовенький котеночек вообще одна сплошная дырка. Как будто кто-то хотел его сожрать. Знаете что, ребята, у меня есть такое подозрение, что кто-то уже пытался их уничтожить. Это не я. Ну конечно, сейчас все будут говорить, это не я. А у котика-то тоже дырка. Ого-го, считайте, он уже мертвый. А я-то знаю, кто это был. Киса, Алиса, зачем ты дерешь мое кресло? Живу как тюрьмя, кресло подрать нельзя. Ну ты и нынди, киса Алиса. Короче, что мы будем с ними делать? Давай их всех разрубим. Разрубим? В смысле? Ну, разрежем ножницами и посмотрим, что у них внутри. Юми-чудо, ничего у них внутри нет. Это же сквиши, вот, смотри. Ай, ну все равно они уже старые и все залеплены нашей шерстью. Ладно, ладно, я на вашем канале делаю все, что вы скажете. Хотите резать, буду резать. Пусто. Точнее, не пусто, а то же самое, что есть наружи. И я думаю, так будет у всех сквиши внутри. Ох, какие же вы жестокие, вам лишь бы что-нибудь уничтожить. Смотрите, какие два милых тюленчика, розовый и белый. Ань, ты не разбираешься, это не тюлень. Один тюлень, а другой морской котик. Ух ты, этот морской котик так классно тянется. И у него тоже все пузо кем-то изранено. И тюлень, смотрите, растягивается, как жевательная резинка. Прям пузырь можно надуть, видите? Ой-ой-ой, кажется, твой пузырь лопнул. Да уж, ладно. Ань, там еще жиряк есть. Так, сейчас, погодите, пакет от вашего слайма уберу. Какой еще жиряк? Нет тут ничего. А, вы про вот это что ли? Очень даже миленький такой монстрик, это котик или кто? Видимо, это или кто. А кто такой или кто? Или кто, это непонятно кто. Типа, или кто это такой? Ничего не понятно. Ой, все, шкалота. Так что это или кто? Толстенький? Жирненький. Вам лишь бы какие-нибудь дурацкие словечки поговорить. Короче, он очень прикольно жамкается. Ну-ка, попробуем его как-нибудь порастягивать. Да, он растягивается гораздо тяжелее, потому что он слишком плотный. Ну, и что вы хотите с ним делать? Расчленить его. Ничего себе, Миш. Да, Миш, звучит кровожадно. Да, я тоже от Миши такого не ожидала. Ладно, разрезать так разрезать. Давайте, прям вот идеальненько пополам. Знаете, что он мне напоминает? Он мне напоминает сваренный белок, как у яйца. Ну, как будто мы яйцо пополам разрезали, только оно еще и резиновое. Ну, короче, я так и знала, что ничего внутри у него нет. Не понимаю вас, чего интересного разрезать что-то, когда ты знаешь, что внутри ничего особенного. Ань, возьми-ка наш радужный слайм. Так, взяла, и что? А теперь давай добавим в него слизь, у нас есть в отдельной баночке. Да, нам кажется, она подойдет ему по цвету. Слизь в отдельной баночке. А, вот эта что ли? Она, кстати, даже закрытая. Хм, новенькая. Так, давайте открывать эту бочку со слизью. На ней даже написано Barrel Slime. Написано аккуратнее. Да что будет? Просто вывалится кусок слизи и все. Ой, 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 ой. Это что было такое? Это что такое? Просто фиолетовая вода? Что? Это развод какой-то. А, как это так? Почему? Что с ней случилось? И что? В этой банке была обычная крашеная вода? Она же была вроде новая. Видимо, это был пранк. Только теперь весь пол в фиолетовой воде и надо ее вытирать. Да уж, очень веселый пранк. Ладно. Ань, слушай, давай откроем антистресс? Какой? Ну, который у нас с пластиком в шарике. Он вроде тоже новый. Может быть он будет нормальный? Ой, Софи чуть таз не перевернула своей толстой попкой. У меня не толстая попка. Скажите же. Толстая, толстая. И правда просто фиолетовая вода. Странно. Кис, Алис, ну не говори, что у Софи толстая попка. Нормальная у нее попка. Вот этот шарик. У тебя у Софи толстая попка. Неправда. Ой, 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 на меня цветок нападает. Кис, Алис, просто не надо лазить в горшки. Хочешь, я тебя спасу, я же покемон? Отстань, Юмичу, сама с цветком разберусь. А вдруг этот цветок монстры в нем яд, и он тебя хочет отравить? Да уж, Юмичу. Ой, дети такие дети. Так, пока вы болтали, я уже раскрыла ваш антистресс. Он оказался нормальным. Уф ты, можно сожрать. Юмичу, тебе нужно все сожрать. Это антистресс, его нельзя есть. Кстати, антистрессик, правда, полностью новый. И мы, наверное, с вами впервые в жизни увидели целые орбизы внутри. Его еще никто не успел зажамкать. И мы можем увидеть прямо там шарики орбиз. Видишь, Юмичу? Ммм, ммм, жалко, что его нельзя съесть. Так аппетитненько выглядит. Юмич, ты что, голодаешь? Ничего не голодаю. Неправда аппетитненько выглядит. Я тебя убью, цветок, понял? Смотри, киса Алиса, хлюп, хлюп, хлюп. Тебе нравится? Нравится такой тебе антистресс? Не нравится, Аткань. У меня тут важный разговор с цветком. Ну посмотри, ну посмотри, посмотри на него. У меня тут свои дела поважнее. Киса Алиса зануда. Не смей портить цветок. Ань, а теперь давай его разрежем. Да. Серьезно? Хотите его разрезать? Да, приступим. Ох, ну ладно. Но сначала надо отрезать сеточку. Иначе он просто лопнет, если я сейчас в него ножницы воткну. Прежде чем начать битву с цветком, я должна натренироваться. Вот что осталось от вашего антистресса. Силиконовый шарик, в котором тоже шарики, только орбиз. Как будто цветная икра в пленочке. Разрезай. Ну, как скажете. О-о-о, все орбизы посыпались в таз. Ну, логично. Ну, вот, все. Не знаю, что вы там хотели увидеть. Ух ты, желейные мячики. Киса Алиса, это не желейные мячики, это орбизы. О, а ты желейные мячики, какая разница? Ой, 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 кажется, на меня хочет напасть эта палка. Ты, видимо, запуталась в ней. Киса Алиса, у тебя какая-то паранойя, что все хотят на тебя напасть и победить. Это что у вас, Юмичу, семейная, что ли? Давай сюда. Все было так просто? Какая же ты смешная. Я пошла за кипятком, схожу, сейчас вернусь. Э, за кипятком? Что-то загадочное намечается. Странности продолжаются. Так, я вернулась, аккуратнее. Ань, зачем тебе кипяток? Только не смейте отсюда пить. Ладно, ладно. Там очень горячая вода. Это правда горячая? Юми. Ладно, ладно, извини. Я же говорю, кипяток. Мне еще понадобится вилочка. Ну что, будем есть? Юмичу, как всегда, пройду. Я сейчас сюда положу вот эту пластиковую карточку. Она съедобная? Юми, Аня же сказала пластиковую. Мы немножко подождем, и вы увидите волшебство. И что с ней будет? Пластик растает. Да ладно, ты нас обманываешь. Она мягкая. Нет, она твердая. Вот смотри, Софи. Реально твердая пластиковая карточка. А сейчас в кипятке она станет очень мягкой. И это произойдет достаточно быстро. Вот увидите. А я такое видела. Это называется форм-карт. Ты лайк поставил? Смотрите, ребята, через минуту я достаю мягкий пластик. И теперь я могу из него слепить что угодно, растягивать его, превратить его в любую форму. А он потом застынет. Давайте сделаем язычок этой вашей страшилки. Это не страшилка, Аня, это покемон. Юмичу, у тебя все, что не животные, не люди, это покемоны. А я вот считаю, что это милый пинки монстрик. Розовый мой любимый цвет. А мне кажется, это злая птичка. Я пытаюсь слепить ей язык. Это лизуномет. Ничего вы не понимаете. А вот пусть ребята в вопросах наших проголосуют. В общем, я попыталась слепить этому существу язык. Да уж, Ань, больше похоже на дельфинный хвост. Да уж. Тебе на канал видеолепки сходить? Вот кто круто лепит. Да, тут я с вами, ребята, соглашусь. Но в любом случае, буквально через пару минут, этот пластик застыл и стал абсолютно твердым. Оригинально. Киса леснул отзнала, а ребята нет. Смотрите, какой хвост теперь торчит у нее изо рта. Мне пора монтировать ролики на другие каналы, я пошла. А ты скорее давай переходи по ссылкам на новые видео на других наших каналах. Ссылки вот там внизу, понял?